Вы теряете 30-летним этой замечательной датой, 30 лет, как существует ваш поселок, но я хочу сказать нечто о другом. С благословения батюшки-отцейки, я хочу поделиться одним небольшим эпизодом из моей жизни, что произошло со мной однажды и что я потом нашел на страницах Священного Писания Ветхого Завета. Я кратенько постараюсь передать суть. Был у меня знакомый врач, я к нему приходил пару раз в году, пользовался его советами, лечением. Врач очень был душевный человек, ну как говорит апостол Павел, душевный человек не разумеет того, что Духа Божия, потому что почитает это безумие и не может разуметь, потому что всем надо судить духовно. Это был душевный человек, очень хороший, как человек душевный. Он меня лечил, причем даже когда я приходил к нему на прием, у него всегда была очередь, очередь всегда. Он мне говорил так, один на один он сказал у меня отец сын всегда. И он говорил, когда он приходил, он почему-то считал, что если я священник, мне не годится стоять в очереди. У него всегда была очередь. Вы, говорит, придете мне, позвоните и все, что вы здесь. Я приходил так, немножко ошельмовали, занимал очередь. Кто крайний? Крайний, я за ним стоял, я прилича постою, потом пойду погуляю, потом вернусь опять, потом зайду за дом. Говорит, Василий Федорович, я здесь, хорошо. И в гармонии опять прогуляюсь. Выходит пациент, он же кого-то принимает там. Выходит, он смотрит, так сидит толпой, говорит, Иван Николаевич, придите сюда. Я говорю, ой, простите, извините. Ну, то есть, мне неловко было. Пару раз мы так делали, я говорю, Василий Федорович, я его назвал, Василий Федорович, он не Василий Федорович. Я говорю, я неловко, как хотите, отец сам. Потом мне как-то жена говорит, отец сам, осветите нам квартиру. Я осветил, Василий Федорович, кто-то, кто-то, говорит, колдует. Думаешь, под 70 лет, ну кто ему будет колдовать? Я не обратил внимания. Говорит, не обращайте внимания, что это вам окажется? Потом он мне говорит, отец сам, сам мне просил, осветите мне кабинет в другом месте. Он в нескольких храмах могла стоить, там, еще там, в диагностическом центре принимал. Я ему там осветил. Говорю, Василий Федорович, мы сядем у квартиры, там автомобили, все это, кабинеты. Миллион раз важнее осветить душу. Он говорит, знаете, отец сам, что это мне? Хуже, хуже, не пойму, что там. Опытнейший врач, уважаемый. Не пойму, что со мной делается. Я ему рассказал такой случай, конкретный. Мне была Марья Петровна оболевшего, ей было 74 года, двухсторонний отек легкого. Привезли в там, в нашу больницу Семашка. Она задыхается, она звонит по телефону. Байдюшенька, пойди причасти, пришло время умирать мне. Я приезжаю, у нее пена во рту там. То есть я смотрю, не знаю, как туда давать причастие. А врач стоит, батюшка говорит, сейчас мы снимем эти симптомы. Там, все, баллота большая, человек 5-6 там. Ну, все, она последняя, самая тяжелая, попала туда. Ну, и это, я говорю, если как, будет полегче. Я ночью приеду, вы только скажите. Хорошо, хорошо. Я ушел, правда, тебя через три меня вызывают. Марья Петровна говорит, я прихожу, она уже там все сняли. Я ее причастил, уехал. Она поступила самая последняя. Ей 74 года. Она самая тяжелая была. Ее выписывают первую. Я приехал взять выписку. Она благотворила Шамардино, Оптины Пусты, Клыкова. Мы с ней возили в детские дома, в Моя Петеринская, в больницу психиатрическую. Она покупала у богатых, там как-то могла выцеганить денег. И все это покупала, продукты и возила. Монастырь только открыли. Это были 90-е годы. И вот я там, Марья Петровна, я выписываю. Врач меня как увидел. Она там пока выписку оформляет. Он мне взял такой радостный. Батюшка, она как-то трясется. Говорит, вы знаете, я понял одно. Но лечить тело нужно начинать с души. Вот вон лежать в полной палатке. Молодые и односторонние у тебя плевка. И я знаю, там элитроциты, эрикоциты, тромбоциты. Все, сколько я знаю, как лечить. Это пришло тяжелейшее. Выписывалось первое. Тут тайна. И я понимаю, что лечить тело надо начинать с души. Я все это рассказываю. Потом Василию Федоровичу говорю. Василий Федорович, может вы поймете? Думаю, наверное, меня стесняется. Любого батюшку вызываете. Та-та-та-та-та-та-та. Я еще не готов. Ну и все. Жена ему говорит. Вася, давай батюшку. Что у меня все хоронили? Что вы пристали? Хоронили собрались с меня? Не дождетесь. И все. Вася хуже, хуже. Вася попал в областную больницу. Он положил и не работает. Сын приезжает ко мне отец. И он, что делать? Папа больной. Ну скажи, я приду просто для беседы с ним. Ну просто побеседу. Господи, что дашь надо, что я буду уговорить ему? Сегодня же скажу. Звони, говорю, Сережа, приеду в любое время. Он говорит, звонит мне, батюшка, папа, не готов. Как будет готов, вы вызывайте любого батюшку. Я сейчас уезжаю в Волгодонск, на мне сделали там купол на храм. Мне нужно поехать от приемки подписать. Я 4 дня в 2 отъезде. Я приехал из Волгодонска. Значит, звоню. Сережа, как папа? Батюшка, папа в реанимации. Я говорю, Саша, вы помолитесь, батюшка. А если умрет, отпоете его? Ну, отпоем, он же лечил мое тело. Сам думаю, как он еще умрет? Ну все. А завтра, воскресенье, мне проповедь-то некогда было готовить. Я приехал, звал Волгодонска. И скорее смотрю, Иван, это была 28-я неделя по 50, по-моему. Там Иван говорит от Луки, 76-й зачар. Суть там, о чем притча такая. Некий человек сделал ужин и звал многих. Помните? И когда все было готово, позвал рабов, говорит, идите, зовите. Все готово. Они пошли, приходите, говорит, на ужин. Я купил землю, буду посмотреть. Придемте. Я опять порвал воду испытать. А тут я женился, и меме отречет. Все отказались. Рабы донесли, он, видимо, раскнивался. Идите, говорит, пособерите. Хромых, слепых, сухих, всех, кого найдете, зовите ко мне на ужин, чтобы до полности обдувать. Говорит, позвали еще места есть. Идите там какие-то переулки, задние, самые дальние дворы, и пригласите всех, убедите прийти. И посказываю, говорит, никто из тех званых не вкусит мне вечер. Много званых, а мало из прадых. Это Евангелие. Я буду готовить проповедь на это, на воскресенье. Все. А вот теперь я сейчас скажу, что со мной было, и что я нашел в Библии, что один в один произошло со мной. Я сейчас кончу рассказ, и потом перейду в небольшой эпизод из библейских книги бытия. Все, я, значит, все приготовил до проповедии. Ну, как уже могу, так и скажу. Лег я спать на свой диван и заснул крепким сном. Я прямо передаю слова точно, как это будет в Библии в 15 главе. Я заснул, и сниться мне сон. Очень хороший сон. Такая погода, как сейчас, светло, солнечно. Я, как ребенок, я бегу куда-то по своей улице, где я родился, бегу, как дети, подскакивают, бегут. И вдруг, вы знаете, на меня нападает какой-то мрак. Дорогие мои, я не могу ни единого слова. Этот мрак такой страшный на меня напал, что меня затрясло во сне. Я так испугался. Это не тот мрак, вот закрой глаза или выключи свет, его даже ребенок не боится. Это мрак какой-то страшный, несветимый мрак. Где нет, я потом понял это, там, где нет света Христова, кто отвергает, кто упорствует, кто не верует во Христа, и отвергает таинство. Этот мрак напал на меня. Я ужас как испугался. Во сне. Я не знаю, она разокричала во сне. Я вжался, и вдруг слышу какие-то злые голоса. Вот слышу, они приближаются. Это все во сне. Настолько четкий. Я упал, бежал по дорожке к забору, прижимаюсь, на самом деле к дивану, приживаюсь спиной, прижимаюсь. И я лежу, у меня такое слышу, как будто какой-то лазь собачий. У меня ужас, думаю, меня не видать. Но меня учуют собаки, они меня разорвут на части. Я думаю, что я закричал от страха. Я проснулся, задыхаюсь от этого ужаса. Я проснулся, дом трясется. Я думаю, почему дом трясется? Я поднялся так на локоть, смотрю в окно. Думаю, смотрю, луна светит, полная луна такая. Нет, луна не трясется. Слышу, часы у меня на сне. Тик-так, тик-так. Лопалочка горит у Спасителя. Я лег на подушках, подушках она. Испуг, спазм до такой степени был у меня от этого мрака, что я лежу уже час пробил, два часа пробил ночью, я не могу заснуть. Я встал, не читая так просто мысленно, прочитал до воскресенья Бога. Живую помощь, поняла я, Боже, на все закрестился. Там в спальне библиотеке у меня там, там матушка спит. Тишина в доме, все. Я думаю, Господи, мне страшно засыпать. Ну, кое-как заснул, утром встал, рассказал матушке. Ой, я тебя уже знаю, это сейчас уже к чему-нибудь. Ладно, я отслужил в литургию, сказал проповедь на это, названных много. И скорее звоню этому Сереже. Это мой Сережа, да. Я говорю, Сереженька, как папа-то, батюшка, папа. Да, а когда я проснулся, это ужас это. Я проснулся, вздыхаюсь. У меня этот мобильник лежит тут на диване, на спинке. Я думаю, сколько времени. Ночь, часов 20 минут, еще, Боже мой, ночь впереди. Ужас какой. И когда я позвоню этому Сережу, он говорит, батюшка, папа умер сегодня ночью, в ночь, часов 20 минут. Он даже назвал, время точно, я ему по сей день не рассказал. Шесть лет уже будет, в этом году. Я даже не сказал, я написал, ты же такие случаи в своей жизни. Этот рассказ я пустил, просто мне, ну не хочется. Он узнает, и они живая жена, и сын у нее там, и все неприятно, да. Он говорит, батюшка, отпойте, отпойте в областной больнице, будет много. Я думаю, как его отпевать теперь? Как его? Я звоню одному партерею, рассказываю, отец, ну это ж не таинство. Ну помолись. Ну как Лев Магайя, оптиц, сказал, ну хорошо, ну скажи, Господи, не вини мне в грех, если это грех. Ну помолись, там можно? Хорошо. Я отдал согласие, приехал в больницу, там много врачей, я отпел. Ну сказал там кое-что там из Писания, что ждет, и как суд, там и будет, это из откровения, это 7 глава. Ну ладно, все, это окончилось, это эпопея. И вот я читаю книгу Бытия. Вы знаете, когда я прочитал, я думаю, Авраам, с тобой произошло то, что Бог попустил мне узнать. Вот когда, говорит, мрак, мрак, где нет света Христового, это страшно, это грещико. Я еще не испытал там червя, огня этого генского у меня не было. Один лишь мрак меня. До сих пор я помню этот мрак. Я не помню. Что там написано? Аврааму родил, явился Бог и говорит, сказал, что, говорит, я дам тебе землю в наследие, говорит, все, ты, говорит, ты моя, я твоя защита, я твоя награда твоя. Он говорит, Господи, как-то Авраам же говорил с Богом. Господи, говорит, а что дашь ты мне, когда у меня нет наследника? Вот этот Елизер там какой-то из Дамаска, он наследника моим. Бог говорит, не будет он наследника. Из твоей плоти произойдет наследник. Вывел Авраама, говорит, посчитай звезды. Там звезды, особенно в Израиле, когда я был там, у нас нет столько звезд, сколько там. Говорит, я в Чечне пойму. И там, говорит, столько будет наследников от тебя произойдет. И он поверил, что у него почти 100-летнего родится сын. И все это исполнилось. И потом он ему говорит, я тебя вывел из Ура Халдейского, чтобы показать землю, я дам тебе, это наследие. А при жизни ни на стопу не дал земли. И народ, говорит, твой будут, потомки твои будут, пару ващений там в Египте 400 лет. А потом я выведу из них, из них оттуда, говорит, это ну еще пройдут там 4 поколения, это 400 лет, говорит, будет. И тогда, пока еще не наполнилась мира беззакония в морею, а потом я придам их тебе, все, ты все уничтожишь эти народы. Там 10 народов перечисляется, все я дам, говорит, тебе в наследие. Так вот я сказал, я когда, и когда он говорит, рассеки мне эти рису трехлетнюю, рассеки мне, говорит, там козу и овна. Еще там горлицу, и по-моему там это голубя, но он птиц не рассек, а рассек животных. И рассек, и сложил друг против други, и птиц, налетали хищные птицы, он их отгонял. А вот теперь, там написано, слушайте, что было точно со мной. И напал на Врама крепкий сон. И напал на него ужас и мрак великий. Я когда прочитал, я читаю, перечитываю, перечитываю. Это то, что я испытал, этот мрак великий. Мрак от того, что люди отвергают сознательно Христа. Им уговаривают, им всякие там иростники, и кто-то другой говорит, нет, 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 что сам уже последний вздох, умирает еще и не хочет. И умирают. И вот я только думаю, какой ужас ждет душу, которая умерла беспокаянно, умерла без веры, умерла без таинств. Когда Христос говорил, говорил евреям, что говорит, вы заботитесь о пищи, не о пищи твеной заботись, а о пищи твеной, которая дает жизнь миру. Что нам делать, чтобы творить дело Божие? Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он Отец послал, говорит. Какой дашь нам знаменище, чтобы увидели, поверили тебе, спрашивали уже Иудею Христа. Отцы наши ели манну в пустыне, как сказано Моисея, дал им. Не Моисея дал, говорит Иисус, так говорю, не Моисея дал им хлеб с неба, а Тество Небесное дает хлеб с неба. Хлеб Божий тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Давай нам, Господи, этот хлеб. Я есть хлеб живой, приходящий ко мне не будет толкать. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Но вот я сказал, вы видели и не веруете. Все, что дает Отец, ко мне придет. Я сошел, сошел не для того, чтобы свою боль, болью пославшего меня Отца. Болью пославшего Отца и Стаса, чтобы всякий верующий в меня не умер, а имел жизнь вечную. И вот эти люди отвергают этот хлеб, отвергают это причистую плоть и кровь. Ядущий Мои тела, пьющий кровь, имеет в себе жизнь вечную. Я воскрешу ее в последний день. Так вот, я думаю, какой ужас будет, когда человек уйдет в вечность, откроется перед ним этот ангельский мир невидимый. Он осознает, что его ждет. Это невозможно передать, этот кошмар. Невозможно. Я, как потом сказано дальше, уже апостола Павла, и от одного, где он к евреям, кажется, в 11 главе, он говорит, И от одного, от Авраама, и притом омертвелого, произошло столько много, как звезд на земле потомков. И далее апостол Павел говорит, все сии, то есть ветхозаветные праведники, умерли, не получив обетований. А лишь издали видели он ее, и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят, показывают, что они ищут отечество, и если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то они имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Восьмой Бог не стыдится им и даровал им вечно небесный город. Там есть какой-то город, они наследники этого. Я желаю всем нам, дорогие, чтобы мы вошли в этот вечный город, небесный Иерусалим, где солнца нет, там есть Христос, там свет, там все, там смерти нет. Они не будут ни лгать, ни жаждать, не будет их солнце парить, никакой другой зной, ибо Агнез, который среди престолов, будет водить их на живые источники. И отрет Бог всякую слезу, и смерти не будет. Вот я желаю, чтобы мы вошли в этот город, небесный Иерусалим. Всем здоровья, крепости, сил, веры и плодов в Духа Святого. Христос воскресе! Своей миссией воскресе! И мне благодарю, святый Ильич. Кто готовился к Иисусу, где оставайтесь? Завтра в молитве 8 часов начинается.